В Донецком краеведческом музее стало доброй традицией в канун пасхальных праздников презентовать совместно с Донецким областным эколого-натуралистическим центром выставку-конкурс пасхальных композиций «Благовест». В этом году в экспозицию вошли работы, выполненные как в традиционной технике, так и с использованием современных материалов. И вот в этом этнографическом зале мы представляем презентационный блок этой выставки, где представлены основные номинации этого конкурса. Это пасхальная пысанка, пасхальное дерево, пасхальный кошек и пасхальный сувенир. Аранжировка пасхальных композиций – это дело непростое и требует мастерства, определенных навыков, опыта и вкуса, но не только этого, но еще и исторических знаний и знаний народных и национальных традиций. Поэтому неспроста эта выставка ежегодно проходит именно в этнографических залах Донецкого областного краеведческого музея. Опытные наставники, руководители детских коллективов, владеющие разнообразными техниками, передают свои знания и мастерство аматорам. Авторами работ являются ученики общеобразовательных школ и воспитанники внешкольных учреждений Донецкой области, победители районного уровня. Вот первые выставки, когда мы проводили, они были в количестве работы, даже не дотягивали 100, то сейчас это уже зашкаливает за 300 работ, причем работы хорошего качества, и все хочется их выставить. Если раньше мы ввели отбор, то самые лучшие выставляли, то в последнее время все чаще привозят такие работы, которые все достойны того, чтобы их показать и представить на выставке. Одна из участниц выставки Анастасия Старинская вышла в финал областного конкурса со своей работой – пасхальным деревцем, выполненным с использованием перепелиных яиц и перьев. Я планирую дальше заниматься этим, мне нравится, и это как хобби, можно так сказать. Ева Тюрки-Джи, член кружка фитодизайна, представила на конкурс свои пасхальные открытки, выполненные с душой и любовью. И я открыла для себя такой вид искусства, как пасхальная открытка. Он появился совсем недавно и популярен. Вот моя пасхальная открытка. Я давно участвую в этом конкурсе и хочу всех призывать, чтобы вы старались больше творить искусство, потому что это хорошо. И нужно больше творить и давать этому миру только добро. Вот, я за добро. Несмотря на то, что пасхальная неделя завершилась, в Донецком краеведческом музее по-прежнему царит праздничная атмосфера, в которую может окунуться каждый, чтобы почувствовать тепло сердец и нежность рук всех ее создателей – работников музея, преподавателей и юных авторов. Очень получилась в этом году большая выставка, очень много работ, очень яркая. Просто радует и утешает. И хочется, чтобы побольше людей пришли, увидели и немножко, может быть, отдохнули, отвлеклись от наших таких вот событий. Наталья Волошина, Александр Худалей, Первый муниципальный.